Ну просили, 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 и вот наконец кто-то задонатил Три Дня Дождя, Мона, Прощание, трек с альбома Меланхолия, группа Три Дня Дождя, реакции Нюбрга на Три Дня Дождя, как особый сорт извращения. За что вы так со мной? Хуета, 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 извините, я просто услышал слово хуета в начале, потом понял, что это улетает, но теперь я буду напевать это как хуета. Дозвонись мне Ну честно говоря, при общем унынии происходящего, свое очарование в этом есть. То есть вот эта вот вдавленная, меланхоличная атмосфера, она здесь вполне читаема. Но тут припев должен зарешать, потому что в такой манере слушать 4 минуты песни, это дайте пластиковую вилочку, я вены вскрою. Если будет хороший припев, а судя по тому, что здесь два исполнителя подписаны, моно это видимо на припеве будет. Может быть хорошо, в такой манере всю песню будет пиздец уныния. Хуета Я закопаю все, что напоминало О наших нервах и измученных днем Сколько б не дрались, но нам как всегда мало Родная, я спешу сказать хуета Хуета Пока я в атмосфере словно пепел сгораю Ты тянешь меня в воду, я тебя манюраю Рядом с тобой не место мне, и я это знаю Как это блевотно плохо звучит, блять Причем, ну, мелодия нормальная По тексту, ну, как бы, ну, нормальный припев был бы Если бы оттуда вырезали нахуй Глеба три дня дождя, и вот эту девочку вывели бы на передний план Они как будто не смогли поделить пространство Нахера там этот низкий голос? Его слишком много, он по тембру вообще не сочетается с основным, с высоким Хуета А могло быть неплохо Ну, это отвратительно звучит Два голоса не могут определиться, кто из них главный Звучат хором При этом хором нескладным По тембру друг в друга не попадают вообще Ну и в итоге просто каша Реально просто вырезать нижний голос И сказать девочке, ты поешь главный голос Чтобы она себя не сдерживала Ее тут порезали по частотам, нормально так Вычищая место под нижний голос, которое не надо было вычищать Если бы ее голос был основным И если бы он был единственным Да, можно было там низкий бэк спеть ей Но не более того А то, что там девочка поет А под ней сипит умирающий Глеб Три дня дождя Вообще не красит этот припев Я избегаю тебя, избегаю Снова так холодно Из твоей комнаты без вины Чтобы исчезнуть из города Снег заметает мои следы Я от тебя без билета Чем в тебя копаться мне проще уйти Тебя спасала все лето Но теперь не буду прости Я закопаю все, что больше не помнить Твоих подружек Алка Сеги Па Ты позвонишь, когда по новой мекроеды Но лучше просто от меня улетать Пока я в атмосфере снова Вот послушайте, как она звучит одна Один голос Довольно приятный Хорошо лежит в инструментале Никаких проблем, так? Появляется второй голос Она сама поет себе высокий бэк По новой мекроеды Но лучше просто от меня улетай Стоп Но лучше просто от меня улетай В этот момент Зачем-то, блять Появляется хрип умирающего бурундука Пока я в атмосфере снова Пока я в атмосфере Зачем? Какую задачу это решает, сука, в треке? Это просто портит припев На пеку сгораю Ты тянешь меня Подаря тебя в мою райю Рядом с тобой Не место мне И я это знаю Я избегаю Себя И избегаю Инструментал кайфовый Правда по ощущениям Песня уже закончилась А еще больше минуты Сейчас бридж еще раз припев будет Так захотела луна В воздухе пахнет зимой Ты, как всегда, холодна Сложно остаться с тобой Так захотела судьба Ты постарь меня улетай Пока я в атмосфере Словно пеку сгораю Ты тянешь меня Подаря тебя манюраем Рядом с тобой Не место мне И я это знаю Я избегаю Тебя И избегаю Хороший инструментал Инструментал, правда, кайфовый Но такое ощущение Что Наличие Глеба Три дня дождя В припеве Обусловлено его эго А не Творческой задачей Типа Я звезда Я артист Я хочу Чтобы мой голос Был на припеве Зачем? Ну типа Нахуя он там? Он Просто Делает припев Хуже И все Притом, что Глеб Три дня дождя Умеет петь высоко Но когда он Вот в эти вот Бурундущие низы Спускается Ну он Просто говнит Вокальную пачку Ни зачем не надо То есть Ну единственное Рациональное объяснение Зачем так сделано? Потому что Глебушка Топнул ножкой Сказал Я сука Звезда Я хочу Все Ебитесь как хотите Пишет У меня есть предположение Что оно должно Создавать свой шар Оно создает шрам Идущий поперек Всей барабанной перепонки То есть идея в чем? Девочка берет на себя верха Глеб Обеспечивает ей Низкочастотную поддержку Вот эту вот Басовую подушку И идея может и правильная Но у частот Помимо количества Есть качество И то что ты Вот в этом низе Что-то нахрипел На бит Не обеспечивает Того результата Ради которого Это скорее всего Было сделано Потому что тембры Должны сходиться Друг с другом Они должны Дополнять друг друга Они противоречить Друг другу Друг другу И не конфликтовать Между собой У Глеба Довольно высокий голос И когда он В свои верха Уходит Он неплохо звучит Но вот эти низы Ну это же просто Привет из унитаза Ну короче Мне писали Что вот тебе Это сто пудов понравится Ну Биток огонь Куплеты норм Причем оба И куплет Глеба И куплет этой девочки А припевы Хуета Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому